Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Старина Фреги Викинг. Всем хорошего настроения. В этом видео поговорим с вами об одной очень важной теме. Это командиры, командиры которых нужно качать в сезоне до сезона завоевания. Напомню вам, ребятки, что на канале, конечно, у нас много старперов, таких как я, которые уже давно в глубоком сезоне завоевания старые бойцы. Но не забываем, что у нас всегда очень много запросов от новичков, от игроков, которые недавно начали играть в Rise of Kingdoms. Запросов много на стримах, запросов много в оффлайне. Касаемо того, каких же командиров выбрать, каких командиров качать, если ты играешь еще до сезона завоевания. И я скажу, что это одна из самых важных тем именно по каким-то стартовым гайдам. Ведь совершенные ошибки именно в прокачке командиров до сезона завоевания выльются потом вам большой неприятностью. Поэтому это очень важно. Давайте поэтому поговорим сегодня именно об этой теме. Перед тем, как мы начнем, не забываем ставить лайкос. Это первое. Второе. Подписываться на канал. Третье. Залетать в канал Freegy Viking Team в Telegram. Ссылочка под видео. Ну и, конечно же, не забывайте познакомиться с нашим сервисом Bro App Store. Только после того, как вы попробуете его, вы поймете, что такое вкусный донат. Пополняя Steam и Discord, а также донать в любимых играх с выгодой. Bro App. Кибермаркет без границ и запретов. Говорить мы сегодня будем, конечно же, в первую очередь о легендарных командирах. О командирах, которых нужно прокачивать игроку, который играет без доната. Для игроков, которые будут играть с каким-то определенным донатом. Это самое главное направление именно в сезоне до сезона завоевания. То есть вы там себе формируете уже какую-то базу для того, чтобы потом играть уже в сезон завоевания. Но не забываем, что вам еще нужно как-то по кайфу и отыграть вот этот промежуток, пока вы не вышли в сезон. В чем различие между сезоном завоевания и эпохой, которая идет перед ним? Да только в том, что количество командиров, которые вам позволяет игра прокачивать, выбирать, она прям очень сильно разнится. То есть в сезоне завоевания вам высыпают просто тонну командиров, крутых командиров, современных, так скажем. Потому что с каждым выходом командиры все больше усовершенствуется в Rise of Kingdoms. И вы просто встаете перед огромным выбором командиров. Поэтому все, что вы сделаете до сезона завоевания, если вы сделаете правильно, пойдет вам только на пользу, чтобы кайфово потом прокачать командиров. По фиолетовым командирам, как я сказал, говорить не будем. Там у нас Судзи, там у нас Велизарий, там у нас Жанна Д'Арк, там у нас Пилайо. Вот эти вот командиры, в принципе, являются, наверное, пантеоном фиолетовых командиров, нужных, именно полезных до сезона завоевания. Да и потом еще они пригодятся по каким-то небольшим назначениям. Ну и начнем, конечно же, мы с первого командира, которого бы я хотел вам порекомендовать. Ничего не изменилось с момента моей игры, касаемо этого командира, да. То есть, когда я начал играть в Rise of Kingdoms, первые мои гайды, первые мои рекомендации были именно касаемо Ли Сонге. Ребята, на сегодняшний день Ли Сонге, спустя там 4 года игры Rise of Kingdom, да, существования, остается все тем же важным и основным командиром до сезона завоевания, который вы должны прокачать. Не важно, на каком типе войск вы хотите играть, вообще это никого не волнует. Да и, в принципе, в сезоне завоевания сегодня ни один разумный человек не будет говорить о игре на одном типе войск. Мы уже берем лучших командиров с разных видов войск, на моно-войсках никто не играет. Что касается Ли Сонге, качать его рекомендую. Free-to-play игрокам на фулл. Именно это первый, единственный командир, которого вы должны прокачать в сезоне до сезона завоевания. Может быть, не единственный, но точно первый. Для игроков, которые, в принципе, тратят деньги на игру все то же самое, вам еще круче. Закупайтесь блестяшками, закупайтесь гемами, крутите их в колесе, когда будет у вас Ли Сонге. Качайте его на фулл, ребята, обязательно. Этот командир играет в разных связках. Сейчас у меня, например, на моем аккаунте играется со Сцепионом. Сцепион Ли Сонге, хороший парт. Также у нас есть куча вариков с лучниками. Например, там сегодняшняя связка одна из лучших, как будет, Буддик с Ли Сонге. Очень демжный отряд. Ну и с конями, конечно, его тоже можно поюзать, начиная даже с самого топового конного командира на сегодняшний день в сезоне завоевания. Это Невский. Ли Сонге был создан таким, что актуальность его остается по сей день. И я думаю, что еще долгое время он точно будет находиться во многих отрядах игроков глубоко даже в сезоне завоевания. Поэтому первый командир, которого я рекомендую, для многих это будет единственный командир, которого нужно прокачать в сезоне до сезона завоевания, это Ли Сонге. 700 скульптур. Ребятки, готовьте, качайте фул, вы точно не пожалеете. Командир, которого вы прокачаете по-любому, это Тельфлет. Нет вопросов к ней нет, ставите ее с Ли Сонге, ставите ее в другие отряды, вариации куча. Используйте ее до сезона завоевания, частично в сезоне завоевания, как саппорта. И, в принципе, командир бесплатный, годный, больше про него говорить мы ничего не будем. Это второй командир, ну или первый командир, который будет у вас фуловый до сезона завоевания на любом аккаунте. То есть она у вас полноценно входит в ваши стеки, в ваши отряды, которые вы будете использовать долгое время в игре. Далее мы поговорим с вами о Тамирис и уйдем в разногласия между фри-то-плея игроком и игроком, который донатит в игру. Я рекомендую, если вы имеете что-то на кармане, что собрались потратить в игру Rise of Kingdoms, а потратить это именно на прокачку Тамирис. Дело в том, что этот командир в своих навыках имеет возможность навешивать стеки на вражеские отряды, которые позволяют нам разогнать входящий урон с навыка. А в сезоне завоевания это все, что вы должны бустить у своих командиров. То есть именно скилл дэмэдж, именно командиры с хорошим множителем урона, урона по области, с активного навыка будут играться лучше всего. И в принципе игра идет в это направление. В основном всех командиров делают с привязкой к активному навыку. Так вот, Тамирис как раз таки позволяет все это дело и улучшить. То есть ваши отряды, когда вы будете фокусить цель, со всех своих возможных нюков будут просто разрывать цель, когда Тамирис будет набрасывать на нее стаки. Чтобы не быть голословным, если кто-то следил за моим КВК, одним из маршей у меня как раз таки использовался марш Тамирис. Рамзе Стамирис. Не могу сказать, что это лучший пар для Тамирис. Да, конечно, с Артемиси, наверное, будет намного интересней. Но, тем не менее, очень хороший пар, с учетом, что она у меня не дофульна на этом аккаунте. Скорее всего, дофульна, потому что с музею я сейчас еще и бустанут. Бустанут на скорость, бустанут на здоровье. Вообще делают этого командира и так актуального для сезона завоевания, еще более актуальным. Поэтому этот командир полноценно находится у меня в войсках, даже не дофульным. Своим задачами она справляется. Рекомендую всем, кто имеет возможность задонатить в Тамирис. То есть качать ее с помощью доната. Делать это обязательно. Я думаю, что этот командир также будет очень долгое время актуален. За 4 года игры, грубо говоря, этот командир не потерял свою актуальность, а стал только еще более, так скажем, желаемым для многих. То есть когда все ушли вот в это направление скилл демеджа, все когда поняли, что Атилос такие, да и Покаль Харальд, это те механики, которые только попробовали с Rise of Kingdoms, да, разработчики побаловались и бросили все это дело. А Тамирис стал еще более актуальный. Что касается фри-ту-плей, ребята, здесь все в ваших руках. Если вы сможете с СМП достать на своих там слабых королевствах много голов на этого командира, можете его качать. В принципе, до сезона завоевания вы можете набрать скульптур на двух фуловых командиров, поэтому прокачать фулли сонги обязательно. Что касается Тамирис, здесь, конечно, вопрос. Потому что, чтобы выйти в сезон завоевания, лучше зафулить актуального командира топового, который будет на момент выхода в сезон завоевания. Тамирис хороший командир, крутой командир, но здесь, наверное, нужно по возможностям все это дело оценивать. Смотрите сами, какие у вас возможности. Я рекомендую, как и сказал, качать этого командира, но, скорее всего, тем, кто может в него додонатить. Далее поговорим с вами о командирах, которых также можно качать или можно не качать для игроков фри-ту-плей и для игроков с донатом в игре Rise of Kingdoms до сезона завоевания. Первый командир это Саладин. Саладин зарекомендовал себя как крутейший командир, который актуален по сей день. Опять же, чтобы не быть голословным, в моей армии Сательфлет используется как 6-й отряд, полноценно делает хороший профит, даже может посмотреть неплохое на нем вооружение, вернее, оборудование сверкает. Что касается Саладина, я бы рекомендовал прокачивать его все-таки на 3-5-1 и не больше. Командир хороший, командир крутой, но, ребята, в сравнении, например, с командирами, которые есть в сезоне завоевания, которые постоянно выходят и выходят крутые, вот эти головы, которые вы засейвите на 4-й навык, это у нас практически 300 голов, то есть пол легендарного командира, они вам очень сильно пригодятся и дадут профит. Даже есть командиры, в которых вы просто закинете с одного этого 4-го навыка головы, которые засейвили, и уже получите просто что-то нереальное, что у вас еще на аккаунте и не имелось до сезона завоевания по профиту от командира. Говорю там про того же, не знаю, Невского, про Сцепиона, вот, которые на сегодняшний день, на март в Rise of Kingdoms являются авангардом командиров, которых нужно прокачивать на свой аккаунт. Поэтому Саладин весьма крутой, опять же, можете отказаться от него, можете прокачивать за 4 года игры Rise of Kingdoms, он не подвел игроков, он остался актуальным, все зависит, насколько вы хотите играть здесь сейчас, именно в сезоне, до сезона завоевания, да, и вливаться в командиров по головам, либо же, насколько вы готовы потерпеть, отыграть 3 КВК и весь свой потенциал выкинуть именно в командиров уже сезон завоевания. Но если вы выбрали Саладина, прокачать его на 3, 5, 1, но не больше. Моя рекомендация для фри-то-плей и для донатеров. Ну и еще один командир, камень преткновения уже на сегодняшний день, Александр Великий, он же Македонский. И если вы помните, раньше мы всегда говорили, что 3 столпа командиров, которых нужно качать до сезона завоевания. Это у нас Лисанге, это у нас кавалерийский Саладин, это у нас пехотный Александр Невский. Александр Невский неплохой, хороший командир, вопросов нет, но даже после тех статов, которыми бустанут его в сезоне завоевания на сегодняшний день, я бы от этого командира на сегодняшний день отказался. Это честно мое мнение. Во-первых, чтобы Алекс играл полноценно, это хороший саппорт, это средний урон, это баланс связок, это хороший саппорт. Но чтобы он раскрывался на 100%, его нужно зафулить. По-другому он не будет давать максимального профита. Если мы говорим про того же самого Саладина, да, он не даст такого саппорт-профита, но при прокачке 3.5.1 он будет давать вам хорошие отчеты, как минимум, даже в сезоне завоевания. Качать Александра Великого я бы рекомендовал вам, если вы живете в Rise of Kingdom с одним днем. То есть вот прокачали Санге, что-то там сделали с Саладином, и хотите еще какой-то отряд заформировать, как раз-таки Алекса можно законнектить с Санге, можно законнектить с Этель Флет бесплатный, можно там с Фиолетовым Судзы, грубо говоря, поставить до сезона завоевания. Вот если вы играете сегодняшним днем, живете в Rise of Kingdom с сегодняшним днем, без взглядов на будущее, да, то Алекса можно качать. Если смотрите на будущее, в принципе, я бы, наверное, не рекомендовал. Хороший командир, неплохой. Почему вообще начал о нем говорить? Потому что действительно раньше мы его рекомендовали. Но времена меняются. Алекса остается хорошим, балансным командиром, хорошим саппортом, но достаточно дорогим для игроков, которые могут прокачать командиров более профитно в сезоне завоевания. Следующий командир и разговор о донатной игре – это Minamoto. На сегодняшний день крайне рекомендую игрокам, которые хорошо себя чувствуют и хотят донатить в игру, покупать Minamoto. Раньше многие говорили, я в том числе говорил, потому что времена были другие, Minamoto играется только там первый, второй КВК, в третьем в сезоне завоевания уже начинает становиться ненужным. И многие игроки действительно начинали его игнорировать. После первого буста музеем, этот командир обрел новую жизнь, получил хорошее количество статов и стал полноценным командиром второй роли. То есть под многие иконные отряды можно было поставить его как второстепенного командира, получить неплохой урон, получить хорошее количество статов. На сегодняшний день, после обновления музея, который нам показали, Minamoto получил еще целую кучу статов и является одним из лучших командиров до сезона завоевания. Поэтому, если хорошо себя чувствуете и хотите задонатить в игру, или хотите постоянно донатить в игру, то можете, конечно же, получить этого командира и вам будет большой профит и до сезона завоевания от Minamoto, и в сезоне завоевания тоже будет крутой профит. Хорошо, что разработчики оправдывают те вложения, которые делают игроки. То, что они командиры бустят так, что игроки не выкидывают его на скамейку запасных, когда потратились в него. Также хочу сказать пару слов, потому что очень много вопросов возникает. А командиров с таверны. Именно командиры, которых вы получаете с таверны, они есть неплохие. Это Тутмос, это у нас Мехмед. Мехмед действительно командир, который полноценно используется в сезоне завоевания. Это Тутмос, который получил на сегодняшний день неплохое количество статусов с музея и, в принципе, является неплохим лучником. Это у нас еще кто? Это у нас Мартел, конечно же. Мехмед, отец пехоты в Rise of Kingdoms. Вот эти командиры, ребята, весьма актуальны. Играются они неплохо и в сезоне завоевания. Но вкладывать в них именно универсальные скульптуры я не рекомендую. Старайтесь молиться богам рандома Rise of Kingdoms, чтобы вам они с ключей выпадали и прокачивались. Тогда используйте. Естественно, есть, конечно, исключение. Это Мехмед. Можно его сделать 5-5. То есть, опять же, не вливать в него все скульптуры, которые у вас есть. Но если вы прокачали первый навык, там дотянули еще 2-3 уровня во втором навыке, можно там 1-2 навыка будет ему чуть-чуть подбустить, да, когда вам не хватает на апгрейд следующей ступени. Ну, с Мартеллом можно побаловаться примерно таким же образом, но не более, ребята, там. Это если вы там потратили какое-то небольшое количество скульптур, чтобы, опять же, апнуть плюс 1 уровень. Не более того. Командиры актуальны, но, опять же, повторюсь, в сезоне завоевания вас ждут командиры, которые играются совершенно по-другому. Поэтому не нужно тратить свои универсальные скульптуры. Ну и буквально пару слов про командиров, которых вообще вы не имеете права потратить даже одной легендарной скульптуры. Это у нас Чингисхан, это командиры из разряда Сида, это у нас Константин, чуть, наверное, спорные Ричард и Цао Цао, неплохие командиры, применимые, и в сезоне завоевания можно их использовать. Ну, опять же, Ричарда можно как саппорта, если только позиционировать, использовать, а Цао Цао как второстепенного командира, который будет какой-то затычкой там в пятом-шестом отряде. Но, тем не менее, тоже я именно не буду вам рекомендовать их качать. Вот все остальное, все, что я вам перечислил, не стоит, по моему мнению, для фри-то-плей игрока точно затрат. Опять же, все очень сильно зависит от уровня доната. Если вы Кит, если вы Кракен, конечно же, можете крутить командиров с рулетки и прокачивать, будет вам большой профит, в принципе, до сезона завоевания. В сезоне завоевания будет много командиров, которых можно поставить там на какую-то роль, чтобы сформировать свою пятерку, пока вы не прокачали командиров актуальных. Все зависит от уровня вашего доната. Для фри-то-плея вот эти командиры противопоказаны. На этом у меня, ребятки, сегодня все. Давайте подытожим. Лисонге обязателен. Тамирис хороший командир, если вы имеете возможность его прокачать. То есть, это один из топовых командиров для меня на сегодняшний день в сезоне, до сезона завоевания. Саладин весьма-весьма хороший командир. На три пятерки один можете его качать и использовать. Минамото, если вы с бабками можете качать. Я бы сказал, что обязательно нужно качать, если вы донатите в игру. Александр на сегодняшний день спорен. То есть, в принципе, неплохой командир. Но я бы отдал предпочтение прокачке командиров в сезон завоевания вместо покупки этого командира. Пишите в комментарии, что вы думаете. Ставьте лайкосы. Не забывайте про наш сервер с BroUp. Пользуйтесь им, чтобы выгодно донатить в игры. С вами был Фреги Викинг. Всем хорошего настроения. Скоро увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!